В эфире лаборатория русской кибернетики. Её заведующий Александр Киреев. Вот так бывает. В детстве тебя заставляют заниматься в музыкальной школе, ненавистная фортепьяно, скрипка, гитара. Ну вот тебе удается убедить родителей, что музыкалка — это скука страшная, и лучше перспективнее стримить игры, развиваться как блогер, ну или на худой конец стать диджеем. Ну а потом проходит время, всё как в тумане, и ты видишь себя снова за клавиатурой фортепьяно. Кажется, примерно то же самое случилось с сыктывкарским музыкальным продюсером Александром Фроловым. Ценители бас-сцены знают его под псевдонимом Воларфлекс уже более десяти лет по мощным релизам, в частности на лейбле Apollo Records. Это подразделение легендарного R&S Records. По фестивалям, например, Австрасенция. И это насыщенный глубокий звук, который периодически выводит на сторону Burial, но не обязательно. Александр страшно давно не выкладывал новинки на стримингах, но если зайти в его соцсети, то можно увидеть, что работа идёт. Вовсю выпускаются лимитированные композиции на виниле. И вот как раз последний из таких релизов Воларфлекса – это пластинка «Мэри», которую музыкант посвятил рождению своей дочери. 16 треков драматургично раскрывает весь путь ожидания появления нового человека на свет. И это долгий путь от тревоги к бесконечной нежности свету. Такие интимные моменты отцовской радости, которые никогда не попадут в ленты соцсетей. И даже в какой-то момент становится немного неловко от таких откровений. И, кстати, почему я вначале стал говорить про музыкалку? Александр сделал альбом полностью акустическим, фортепианным. И это раскрыло его не только как талантливого электронщика, но и классического композитора. Думаю, его преподаватели были бы довольны. Воларфлекс и композиция «Footprints». Три с половиной минуты чистой нежности. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok